Приветствую вас! История ваша довольно большая получилась, вот. И вы знаете, вот если смотреть на ситуацию так вот, как вы подробно все описываете, то ваш муж, он просто завоевывает вас, он завоевывает ваше расположение, вашу любовь и так далее, но при этом завоевывая вас, ваш муж делает это как-то, ну, на мой взгляд, знаете, чересчур механически, что ли. Я думаю, вы поймете сейчас, о чем я говорю. Он в силу своего воспитания, в силу своего эмоционального состояния, в силу, опять же, может быть, действительной стеснительности, может быть, у него такой характер, может быть, что-то еще, вот. Он дрожит вами только как женщины. То есть, понимаете, его семья, его воспитание привило ему такую вот модель поведения, при которой он на самом деле просто-напросто не может воспринимать женщину как-то иначе, кроме как вот дополнение, да, к своей жизни. Просто потому, что его отец воспринимал его маму именно таким образом. И в этой ситуации основная проблема и ответ на ваш вопрос лежит именно в этой плоскости. То есть, ваш муж не проявляет вам никакого внимания, да, пользуется вами, как вы говорите, и так далее, и так далее. Все вот это, это следствие родительского сценария поведения. Музь просто следует тому поведению, которое он посмотрел у своего отца. Но, понятно, что не буквально. Понятно, что он сделал это не, знаете, как недоскональный перераз. Понятно, что у него есть действительно какие-то свои, ну, нюансы, да, какие-то свои вот. Особенности, которые он перенес уже на вас, на ваши отношения, вот. И необходимо понять, что ваш муж, он действительно такой, какой вот он есть. Как вы говорите, сильный, высокий, не пьет, не курит. Но этого мало. Этого мало, по сути, делать для того, чтобы устраивать отношения. Этого мало для того, чтобы устраивать отношения с человеком. Для этого все-таки нужно все-таки все-таки общее. И он чувствует с вами себя неравным. Он чувствует с вами себя так, что у него, он явно уступает вам. Явно уступает вам в образованности, в интеллекте, да, вот во всех таких сферах. И это заставляет его чувствовать себя неполноценным. А это, в свою очередь, заставляет его искать других женщин, с которыми он бы чувствовал себя полноценным. И правда заключается в том, что либо мужчина развивается, старается дотянуться до вашего уровня, либо вы опускаетесь до его уровня и стараетесь, как бы, ну, принять из себя, чтобы быть на его уровне и общаться с ним на его уровне. Ну, это невозможно, тяжело и неправильно. Вот, значит, либо вы просто-напросто понимаете, что человек этот не ваш. Ну, не ваш этот человек, и все. Другой вопрос, почему вы каждый раз, когда он начинает за вами ухаживать, почему каждый раз, когда он начинает пытаться вас возвращать, вы, как бы, позволяете ему это делать? Наверное, потому что, по сравнению с ним не хотите, или боитесь встречаться с другими мужчинами, боитесь новых отношений. Но, поймите простую вещь, что мужчина, ваш мужчина, он проявляет вот этот активность только потому, что четко осознает. Если он вас потеряет, если вы от него уйдете, это будет ударом по нему. Это будет ударом по его самолюбию. Он потерял всякую женщину. И все. Понимаете, именно поэтому он старается вас удержать, чтобы вы не учли. Потому что это нужно для него. По-другому женщину воспринимать он не может. Он бы и раб может быть, но он не может. И, к сожалению, нужно сказать, что вы этого факта, судя по всему, не принимаете. И весь вопрос заключается в том, почему вы не принимаете этого факта. Вот следите, следите за ним, наблюдайте за его личной жизнью и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, он может делать все, что угодно. Он может делать все, что хочет. Это даже, знаете как, это не то, что его прямо право. Право, это, как бы, если он хочет, если он хочет, он то сделает. Давайте, он это сделает, и вы его от этого не отвадите. Но ладно, думайте о себе. И понять, что мужчина, в котором вы все время молчите, 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 он не просто так. Да, молчит он все время и вообще ведет с вами определенным образом. Тоже не просто так. Он делает это по определенной причине. И причина эта, в первую очередь, связана именно с тем, что он понимает, что вы превосходите его во многом. Поэтому, значит, я соглашусь с коллегой в том, что вам действительно вот желательно бы поработать с психологом, чтобы испустить те ошибки, которые вы допускаете. Больше любить себя, больше ценить себя, больше уважать себя. Возможно, несколько более, ну, как бы, несколько, я бы сказал, не более, а превентивнее, превентивнее вещества и интеллекты. Четко более, четко понимать, что вы хотите. Более четко понимать, что вам нужно и так далее. Вот это все вам нужно, конечно же, прорабатывать именно с психологом. А пока то, что вы описываете, это естественное развитие поведения человека. Вот, значит. Естественное развитие поведения человека по отношению к вам. Понимаете? То есть, все, что сейчас происходит с вами, это, по сути, подавляемые им желания. Понимаете? Это подавляемые им желания. Это посыть тела, то, что он хотел, наверное, иметь, или, точнее, где он чувствовал себя привычнее и комфортнее, и чего он не получал с вами, и чего он не ощущал с вами. Вот вы говорите, значит, то, что у него не интересен, и не только как другу. Вы пишите, что, значит, она на самом деле просто одна, значит, ей реально и помощи, и ему нужна. А вот, если выставлять его, не едет, звонить, интересоваться, пишите вы, сколько раз ее брат, если сказал, она ему горько, тогда плачет, а ведь до развода, когда я плакал, ему было все равно. Говорит, нет, было не все равно, но проводил, проводил он мимо, где-то различным лицом. Понимаете, ну, мужчина, по сути дела, как бы увидел новую женщину, которую мы нужно завоевать. Мужчина увидел новый объект, который позволяет ему, там, проявить себя как мужчина, да, почистить себя мужчина. А с вами он себя, мужчина, не чувствует. Для него это принципиально. Вот. Далее, значит, вы пишите, что он не рану ее не дочнул, если она ему что-то раз, матом, через слово что-то рассказывала. А мне легко говорю, чтобы осталось. Почему он не отпустил меня, раз они вас хоть не любят. Понимаете, как бы вы для него это семья, вы для него это отчаг, смелый отчаг. Вы для него это, по сути дела, необходимость. Вы для него родной, привычный атрибут. А эта женщина, она совсем не так воспринимается им. И, может быть, мужчина, он через нее реализует то, что не может реализовать через, смотрите, мат, да, еще какие-то вещи. Все вот это вот, он, возможно, этого всегда хотел, это ему привычно, он чувствует себя в этом слабое не выйдет. Для него, скорее всего, слишком, слишком развит, и вы слишком превосходите его. А ему это, еще раз повторяю, неприятно. Что можно вам сказать в ответ на какую большую вашу историю? Написали вы, конечно, все подробно. Написали вы все очень подробно. Но сказать нужно вам лишь только, знаете, по факту. Да, по факту, что мужчину вам не изменить. Что мужчине вы просто в силу своего развития, в силу особенностей своей личности, вы не можете мужчине дать того, что он хочет, потому что вы слишком разные, по сути, люди. И весь вопрос, который, ну, вопрос, который действительно важен, это вопрос следующего характера. Что вас удерживает с ним? Почему вы пытаетесь понять его? Почему вы пытаетесь подумать, что именно он делает, что именно он думает и так далее? Вы смотрите сами. Вы любите себя. Вы уважаете себя. Это видно. Ну, так и тогда действуете, опять же, в своих же интересах. Вы просите, по сути дела, от своего мужа то, чего он дать вам, к сожалению, не в силах. Так, понимаете? Вы хотите, чтобы ваш муж был тем, кем вы его хотите видеть, а он, действительно, совсем другой человек. Вот. Значит, теперь вам нужно делать что? Все-таки уходить от него. Вам нужно все-таки от него абстрагироваться. Вам нужно все-таки начинать жить в своей жизни и жить для себя, не для него. И, в принципе, вы спрашиваете, можно надеяться, измениться к лучшему. Нет, нельзя. Потому что мужчина просто в силу своих особенностей воспринимает вас одним образом, другую женщину другим образом. Вполне вероятно, что он вам предан, вполне вероятно, что он от вас не уйдет, вполне вероятно, что он действительно вас любит, любит по-своему. Но другой вопрос в том, что вас эта любовь не устраивает. И, соответственно, если она вас не устраивает, то нужно искать того, что сделает вас счастливыми. Но правда заключается в том, на самом деле, что дело не совсем в этом. Правда заключается в том, понимаете, что вполне возможно у вас есть некий такой четкий образ того, какой должна быть смерть. Правда заключается в том, что вы действительно идеализировали своего мужа. Вы не хотели видеть его реальным, вы не хотели видеть то, каким он является. И вы пытались его поменять. Вы пытались просить от него, требовать от него того, что он дать не может. И опять же вопрос в деле заключается в том, а почему вы это сделали? А для чего вы это сделали? Что вам не двигало? Не стоит, Апченко, выделки совершенно. Не стоит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.